Какое воздействие оказывает употребление сухофруктов на наш организм? Так ли полезны сухофрукты и кому лучше отказаться от них? Чем отличаются покупные сухофрукты от сделанных дома? Хотите узнать, как сделать вкусные и полезные сухофрукты в домашних условиях? Смотрите это видео до конца и узнаете! Все мы с детства знаем, что сухофрукты это не просто вкусно, но и очень полезно. Ведь свежие фрукты, из которых и делают высушенный полуфабрикат, представляют собой настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов. После специфической обработки фрукты теряют влагу, но оставляют при себе полезные свойства. Лакомства, подаренные природой, приходятся по вкусу большинству детей, да и взрослых тоже. Нередко сушеные фрукты являются частью диет, особенно предназначенных для детоксикации организма, очистки от различных компонентов. Рекомендуют некоторые виды сушеных фруктов людям, страдающим от патологий в пищеварительной системе. Сухофрукты объединяют в себе ряд положительных сторон, ведь сухофрукты питательные, насыщают организм энергией, при этом оказывают очищающий эффект. Какие же сухофрукты обладают самым положительным влиянием на наш организм? Первый в списке сухофрукт – курага. По сути, это высушенный абрикос. Делают лакомство из высушенных плодов абрикоса с предварительно удаленной косточкой. Не стоит путать курагу и другой вид сухофрукта. Урюк, который готовят, оставляя косточку внутри. Курага необычайно популярна, поэтому используется не только как самостоятельное лакомство. Нередко сушеный без косточки особым образом абрикос добавляют в блюда, выпечку, различные соусы и компоты. Пищевая ценность у кураги меньше, чем у финика. При этом в составе сушеных абрикосов присутствуют так необходимые для нормального функционирования организма вещества, как витамины А и С, калий, железо и растительная клетчатка. Съедая даже пару штучек сушеного фрукта, можно без труда утолить сильный голод. Регулярное употребление кураги улучшает метаболизм и приводит работу кишечника в норму. Стоит учитывать тот факт, что сушеный абрикос имеет легкий мочегонный и слабительный эффект. Наличие калия в абрикосе положительно сказывается на работе сердца и сосудов, а витаминные компоненты позволяют улучшить состояние кожи и волос. Второй, не менее уникальный и полезный продукт – чернослив. Вкусный, с неповторимым ароматом сухофрукт, широко используется в кулинарии как для приготовления десертов, так и добавления во второе блюдо. Пикантный и необычный вкус блюдом обеспечен. А знали ли вы, что пользы от чернослива еще больше, чем от кураги? В этом виде сушеного продукта очень много волокон клетчатки и пектинов, благотворно влияющих на нормализацию работы пищеварительного тракта. Также полезно употреблять чернослив для пополнения запасов организма железом, витаминами группы В, С и А, калием и магнием. Чернослив – одно из немногих лакомств, которые рекомендуется использовать при похудении. Положительное воздействие чернослива охватывает и поджелудочную железу. Именно сушеная слива, коим является чернослив по сути, содержит в своем составе феноменальное количество кислот органического происхождения. Третий широко известный сухофрукт – сушеный виноград или изюм. Может быть самых различных сортов. Людям, которые следят за своей фигурой, рекомендуется обращать внимание на темные и черные виды изюма, так как они содержат меньше калорий, нежели белые. Стоит отметить и тот факт, что все виды сушеного винограда обладают высокой калорийностью. Не рекомендуется употреблять изюм и людям, страдающим от сахарного диабета. Какими же полезными свойствами обладает изюм? Употребление небольших, но регулярных порций изюма позволяет нормализовать работу легочных структур, почек и пищеварительной системы. Положительно влияет изюм и на кровяное давление, улучшая работу сердечной мышцы. Обратить свое внимание на изюм можно людям, которые страдают от анемии, так как компоненты в продукте повышают уровень гемоглобина. Отлично влияет изюм и на работу нервной системы, повышаются защитные силы организма. Употребляя кашу с изюмом на завтрак, человек обеспечит себе заряд энергии на весь день. Четвертое. Финики. Этот вид сухофруктов принято относить к восточным сладостям. Употреблять подобное сушеное лакомство полезно для повышения защитных сил организма. В составе высушенных фиников большое количество клетчатки, магния, фолиевой кислоты, марганца и витамина В6. Рекомендуется кушать финики тем, кто имеет проблемы с иммунной и сердечно-сосудистой системой. Пятый сухофрукт – сушеные яблоки. О пользе свежих яблок известно немало, но и в сушеном виде этот фрукт необычайно полезен. Почти в 100 граммах сухофруктов из яблок содержится половина суточной нормы железа для организма. Как и другие виды сухофруктов, яблочные содержат достаточное количество клетчатки, оказывающие положительное влияние на работу пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы. Полностью заменять в своем рационе свежие яблоки сушеными специалисты не рекомендуют, так как в них практически отсутствует витамин С. Сушеными можно употреблять не только известные нам фрукты, но и различные ягоды и экзотические фрукты. Так, например, помогают бороться с усталостью и плохим настроением сушеные бананы. Высушенные ягоды черники обладают свойством снижать усталость с глаз, улучшая зрение. Известный наравне с финиками сушеный инжир Регулярное употребление инжира в высушенном виде позволяет активизировать умственную деятельность, помочь организму в борьбе с инфекциями и обогатить его полезными минералами и витаминами. Так ли полезны сухофрукты для организма? На самом деле ожидать особой пользы от продуктов, которые изготавливают промышленным путем не стоит. Помимо пользы, такие сладости и лакомства могут стать причиной развития серьезных изменений в организме. В чем же причина? Все дело в том, что перед тем, как попасть к нам на прилавки, сухофрукты поддаются обработке химическими веществами и восками. Это делают для того, чтобы улучшить товарный вид и привлечь покупателей. Конечно, обработка позволяет избавиться от насекомых и плесени, но для организма, конечно, подобные вещества не являются полезными. Не слишком полезны сухофрукты и для людей, страдающих от ожирения, лишнего веса или сахарного диабета. Помимо высокой калорийности, сухофрукты содержат большое количество сахара. Некоторые сухофрукты, употребленные в больших количествах, приводят к развитию аллергических реакций, нанося вред здоровью вплоть до обезвоживания. Людям, страдающим от язвенных поражений или гастрита с повышенной кислотностью, также рекомендуется отказаться от употребления сухофруктов, которые могут спровоцировать расстройство пищеварения. Как правильно выбирать сухофрукты, чтобы они приносили пользу для организма? Прежде всего, необходимо помнить, что сухофрукты, имеющие слишком яркий, неестественный цвет или оттенок, а также отличающиеся непривычным привкусом или запахом, лучше не выбирать. Снизить риски выбрать неправильный продукт можно, следуя ряду правил. Первое. Самые натуральные сушеные фрукты не имеют привлекательного вида. Прежде чем употреблять выбранный продукт, его желательно промыть и замочить в теплой воде не менее чем на 15 минут. Второе. Наличие запахов дыма или же бензина – не что иное, как доказательство некачественной продукции. На поверхности сухофруктов не должно быть много больших трещин. Третье. Если продукция выбирается в упакованной таре, лучше отдавать предпочтение той, которая в прозрачной упаковке. Таким образом можно оценить сухофрукты хотя бы визуально, дав им предварительную оценку. Четвертое. Экзотические фрукты в большинстве своем совершенно не являются таковыми. При их изготовлении добавляют сахар, поэтому они автоматически становятся цукатами. А в цукатах, как известно, намного больше сахара, нежели в сухофруктах. Пятое. Перед приготовлением сухофрукты необходимо замочить и затем промыть под проточной водой. А вот варить компот совершенно не обязательно. Достаточно промытые сухофрукты залить кипятком и дать отстояться. Понятно, что лучше делать сухофрукты самостоятельно, для того чтобы сохранить максимальную пользу. Но как сделать это правильно? Ловите несколько способов заготовки. Первый способ. Предварительно фрукты и ягоды необходимо тщательно очистить от гнили, веточек, лишней грязи. Гнилые плоды также должны быть удалены. Далее фрукты промывают под проточной водой и разрезают на небольшие кусочки. Предотвратить развитие плесени на будущих сухофруктах можно при помощи обработки солевым раствором. Готовить его из воды и соли. На 1 литр воды необходимо взять 20 г соли. Обработанные плоды раскладывают на деревянной поверхности, соблюдая расстояние между фруктами. Не рекомендуется использовать в качестве подноса металлические поверхности. Связано это с возможной реакцией окисления. Подготовленные плоды раскладывают в затемненном месте, в солнечную погоду. В ночное время фрукты необходимо заносить в помещение, так же как и при повышенной влажности. Полная готовность наступит через 5-7 дней. Второй способ. Подготовка фруктов и ягод осуществляется в том же порядке, что и в первом случае. Далее обработанные плоды раскладывают на решетке духовки, внимательно наблюдая за процессом подготовки. Температура должна быть не выше 70 градусов. Сушить фрукты нужно не менее 12 часов с приоткрытой дверцей духовки. Определить, что продукт готов, можно по внешним признакам. Для этого необходимо нажать на фрукт широкой поверхностью. Готовые сухофрукты не должны выделять сок. При этом они не должны быть твердыми, иначе продукт будет считаться пересушенным. Хранить сделанные в домашних условиях сухофрукты можно в стеклянной таре с хорошо закрывающейся крышкой. Выбирать место для хранения так же необходимо тщательно. Оно должно быть сухое и прохладное. Никаких полок на кухне, где есть доступ прямых солнечных лучей. А вы готовите сухофрукты дома? Пишите в комментариях и делите своими секретами при выборе сухофруктов и блюд с ними. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.